Привет, мои дорогие! Привет, мои дорогие котики в ссорах! Это у нас будет такой быстрый расклад на тему, которую нам предложила наша девочка, но которая, к сожалению, не... А, и точка. Лен, предлагаю тему. Помиримся ли мы с загаданным человеком? На четыре варианта. Хочется помириться перед Новым годом. Ну что, мои дорогие, давайте посмотрим, помиритесь ли вы с загаданным человеком. Первый, второй, третий, четвёртый. Помиритесь ли, актуально ли это для вас, да, помириться? Что надо сделать для того, чтобы вы помирились, если вы хотите? Давайте посмотрим. У нас четыре варианта, и такое небольшое будет гадание, да. Посмотрим с вами, помиритесь ли вы. Это я себе ещё пишу для тайм-кодов на листочке, где какой-то муку называется. И ещё, девочки, кому интересно, выкладываю сейчас видео, как почистить себя и его, своего мужчину от прошлых отношений. Для этого мы используем игральные карты, и я вам объясняю, как это всё делается. Кому интересно, пробуйте. Ну что, давайте посмотрим, помиритесь ли вы, как почистить себя его от ссор. Сейчас мы будем это смотреть. Ну что, первый, второй, третий, четвёртый вариант. Поехали, девочки, помиритесь ли вы. Тройка мечей выпала. Ну, это такая обида, девочки, застарелая, на самом деле. И пахнет от этой обиды какой-то. Мне вот прямо сейчас нос от вашего расклада почему-то с каким-то старьём, девочки, пахнуло. Либо вы какие-то вещи делаете с ним, либо поссорились из-за материального чего-то, из-за вещей каких-то. Но ещё и пахнет какой-то, знаете, бабушатником каким-то пахнет, скажем так. Вонь почему-то пошла. Что здесь по этой тройке мечей? Если вы и будете мириться, вам надо мириться, девочки, и вам. Первое, выходить на связь с ним, и ему тоже. То есть каждый должен из вас делать вот эти шаги для примирения. Это раз. Во-вторых, надо прям всё это проговорить. Потому что вот эта тройка мечей, она говорит о том, что вы можете по этой теме продолжать ссориться. И если вы даже поссорились из-за какого-то другого человека, этого человека надо просто удалить со своей жизни. Потому что из-за этого человека вы дальше будете ссориться. Понимаете? Либо договориться, чтобы вам и ему было комфортно, чтобы вот этот человек не лез в ваши отношения. Кто может лезть, да кто угодно. И свекруха, и кто-нибудь ещё. Короче, много кто может лезть. То есть эти тройка мечей, она повторяется. Вы сейчас поссорились. Вы потом можете помириться. Вроде бы закрыть на это глаза, но вы опять поссоритесь. Вам надо мириться. Вам делать первые шаги, ему делать первые шаги. Потому что так вы не помиритесь. Это может быть вообще расход. Какая-то обидка. Она такая застарелая ещё может быть. Давайте ещё посмотрим, помиритесь ли вы. Двойка Пентакли. Он хочет помириться. И вы, в принципе, хотите помириться. Но столько недоговорённостей. Вот это надо просто... А знаете, как говорят сейчас психологи, прорабатывать. Это надо проработать. И вам, и ему поговорить. Просто вот прям, знаете, договориться о цене, которую он и вы заплатите для того, чтобы помириться. Разводили ли вас специально, девочки? Да. Семёрка мечей. Это говорит о том, что вот вы поссорились не просто так. То есть это не то, что вы между собой взяли поссориться. Поссорились. Здесь был кто-то, вот третий кто-то, кто не хочет, чтобы были вместе. И кто-то сидел, каркал. Либо у вас на плече, либо ему кто-то каркал. А вы обиделись. Короче, тут надо просто вот реально идти друг к другу и договариваться. Понимаете? Договариваться. Лучше скрепить это ещё обменом подарков, подарками. То есть вы ему подарите что-то, и он вам. Вот как раз такие, знаете, вот как очень подростки, очень молодые дети, дети, подростки делают, когда первый раз влюбляются и всё остальное, они вот покупают кулончики, там половина сердечка у меня, половина сердечка у тебя и всё остальное. Вот вам по этому принципу надо тоже делать. Потому что здесь вам вообще мешают помириться. Вам мешают помириться. Надо ли идти мириться? Хотите, девочки, с ним помириться? Но надо всё договориться. Возможно, знаете, и ваша где-то вина тоже есть. И, возможно, вам где-то надо договориться что вы будете, скажем так, грубо говоря, платить за то, что вы будете жить в мире с ним. То же самое и ему. И вы договоритесь именно тогда, когда вот эти условия для вас будут просты, легки, как бы груз сердца спадёт. И у него. Потому что с этими грузами невозможно жить. Вы будете дальше ссориться даже по этому поводу. Понимаете? Давайте ещё посмотрим, помиритесь ли вы. тут жезлов. Я вам желаю большого примирения, девочки. Но если вы это не разобьёте, да, вот не договоритесь, то не поторгуетесь, то дело в том, что эти ссоры будут и будут повторяться. Или вы можете просто вот по мелочи разойтись. Знаете, как бывает. Просто люди могут из-за какой-то мелочи просто разойтись. Вот такие дела, мои дорогие. Ну, тут трудно. Тут и вам трудно. Камень на сердце какой-то лежит. Ему трудно. У него тоже камень на сердце лежит. Тут надо договариваться. Это не ультиматумы. Это больше идёт, как, знаете, торговля. Ты мне, я тебе. Вот такие дела. Второй вариант. Давайте посмотрим, помиритесь ли вы. Десятка жезлов. Помиритесь. Это десятка жезлов. Это вы помиритесь. Желательно вам эти обиды свои не вспоминать. Ни ему, ни вам. То есть вы помирились. И всё. Больше про это, как говорится, не разговаривайте, не теребите друг другу нервы. Любовь выпала здесь. Ещё одна любовь десятка. Это сто процентов. Вы помиритесь, мои дорогие. И всё равно, знаете, почему? Потому что здесь любовь выпала между вами. А кто-нибудь мешает вам помириться? Нет, девочки. Вот карта мира выпала. Королева жезлов. Знаете, всё дальше, даже больше зависит от вас, чем от него. Вот ему надо дать. Даже если вы не миритесь с ним, он должен понимать, что вы его любите. Вот это вот сила любви ваша, забота ваша. А это вот то, против чего он не может устоять, этот мужчина. Такой любви, как с вами, как говорится, у него никогда не было. И он должен даже в ссоре с вами чувствовать вот эту вот вашу любовь. И если он её чувствует, он просто не в состоянии будет с вами ссориться. Здесь идёт примирение. Вы помиритесь. Так как мы ещё гадаем там, до Нового года вы помиритесь. Но этот расклад мы с вами делаем когда, девочки? У нас сегодня пятница, 6 декабря. Ещё время есть, как говорится. Помиритесь, будет примирение. Вот такой вот второй вариант. Он прекрасен сам по себе, что больше говорить. Давайте ещё. Ну, давайте ещё. Давайте немножко ещё посмотрим, помиритесь ли вы. Да, ещё одна девятка кубков. Он хочет помириться. Вы хотите помириться. Вам надо мириться. Вам надо мириться по любви. Здесь между вами любовь. То, что вы поссорились, это всё фигня на самом деле. Между вами больше любви, чем чего-то. Семёрка мечей до слёз. До слёз девочки ссорились. И знаете, у кого эти слёзы шли? Вы выпали то королевой жезлов. Дама, которая хочет помириться. А сейчас со слезами королевы Пентакли. То есть, на самом деле, это он вас как бы приобидел. Но для чего вот эта вот ссора вообще вам была нужна? Она была вам нужна для того, чтобы открыть вам этот третий глаз. Не то, что на него какие-то обидку ещё, а вот проработать какой-то определённый опыт. Вот эта вот ссора, это не совсем ссора. Это для того, чтобы вы через какую-то обиду, через какую-то вот эту ситуацию ссоры познали какой-то такой вот опыт новый, жизненный. И этот новый жизненный опыт не просто бытовуха какая-то, а именно он вас подточил, как королеву Пентакли. Возможно, вам показалось, что у вас раздвинулись шоры на глазах, либо розовые очки куда-то разбились и всё остальное. По-разному к этому можете относиться. Но он вас подточил и сделал острее, как острый карандаш, понимаете? И вам сейчас рисовать и писать свою дальше жизнь намного будет лучше. И я бы даже сказала, что вот эта ссора, если вы её хорошо проработаете, помиритесь, да, она вам поможет вот именно оттолкнуть от себя в будущем какую-то вот прям, ну, не беду, но может какую-нибудь соперницу, разлучницу, может, враньё какое-то. То есть вы так сильнее стали благодаря вот этой ссоре. Вот такие вот дела. Так что помиритесь. Третий вариант. Давайте посмотрим. Помиритесь ли вы, императрица? Вообще-то он должен ползти уже, знаете, сдалека к вам на коленях, девочки. Потому что вы выпали императрицей, вы выпали той, которая не может ошибаться. И когда вы поссорились, вы были правы. На тысячу процентов. Вы были правы во всём. Давайте ещё посмотрим, помиритесь ли вы. Дьявол ещё. Ого, императрица с дьяволом выпала у вас. Скажем так, девочки. То, что вот эта ссора образовалась ваша, на самом деле, вы как бы ни в чём не виноваты, как я уже сказала. Но с другой стороны, это была какая-то ваша проверочка этого мужчины. Понимаете? Вы как-то проверяли этого мужчину. Проверяли с точки зрения жизни греха какого-то или греха падения или там ещё чего-то. Эта ссора, на самом деле, важна для вас. И это не просто бытовая ссора, а что-то такое особенное. Особенное для вас. Это, девочки, ваш фильтр включился. Понимаете? Фильтр. Вы как вот чистите. То ли воду вы чистите, то ли камни чистите. Короче, вот вы как фильтр какой-то включили. Это ваш жизненный фильтр был. Жизненный фильтр. Где вы не позволяете себя дать в обиду именно в этом. Это был даже, может быть, определённый какой-то ваш триггер, когда включается ваша вот внутренняя чёрная императрица. Понимаете? Шальная, чёрная императрица с дьяволом. Это говорит о том, девочки, что вот если вас кто-нибудь хотя бы когда-нибудь, вот так, как он поднёт вот по этой теме, по которой вы поссорились, да, ему не сдобровать. Сказать, что этот мужчина не сдобрует, не к добру он вас обидел, понимаете? Поэтому он должен к вам на коленях ползти уже в пути быть, как говорится. Понимаете? Давайте ещё посмотрим, помиритесь ли вы. Тут же, Злав. Семёрка кубков. Помиритесь. Приползёт ваш император к императрице. Ползёт, девочки. Он ползёт уже, приползёт, и вы помиритесь. Но то, что вот вы, вы может не в ссоре так, да? Вы не ссорьтесь. Я бы вам посоветовала просто расставлять свои границы заранее ещё до ссоры. Понимаете? Бывает такое, что вот ссорятся мужчина и женщина и расставляют свои какие-то приоритеты и границы. Вы можете это делать без ссоров с ним. Зачем вы ссоритесь по этому поводу? Не ссорьтесь. Просто вот расставлялите границы со своим императором. Так что тут, в принципе, у вас классный вариант выпал. Интересно. И, кстати, очень много старших арканов выпало, да? Которые говорят о том, что и без ссор вы можете вот это вот всё решать. Но я сейчас всё равно вытяну ещё карты. Помиритесь ли вы? Конечно, помиритесь. Король Пентакли. Он ещё вам подарочек должен, какой-то принести. Он, девочки, знаете, тот мужчина, от которого надо брать. Ещё и карта звезды выпала. Надо брать нисколько даже вот прям морально, материально что-то с него, как здраные овцы, хоть шерсти клодок содрать. Нет. Я имею в виду, что он не то, что должен даже заслужить ваше прощение. Вы можете его простить, помириться с ним. Через спустя какое-то время, девочки, объявляем, что мы хотим колечко с изумрудом, там, или красивые новые серёжки, или подарочек на Новый год-то подороже. Понимаете? Ну, или что-нибудь, чтобы он вас как-то побаловал по-другому. Душевненько. Вот такой вот ваш прекрасный третий вариант. И давайте посмотрим четвёртый вариант. Помиритесь ли вы? Туз Пентакли, мои дорогие, вы, выпал. Туз Пентакли, это не ваша ссора. Этой ссоры не должно было быть между вами. Не должны были вы так с ним выяснять как-то отношения, ругаться, драться, биться, там, бросать что-то. Не должно было этого быть. А мы сейчас посмотрим, почему этого не должно было быть. Почему этого не должно было быть двойка Пентакли? Вы будете мириться, но трудно. Идёт трудное такое перемирение. Каждый хочет, как говорится, и рыбку съесть, и своё мнение отстоять, и свою правду каждый из вас хочет здесь отстоять. Восьмёрка кубков. Ну, любовь победит. Любовь, дьявол. У вас настолько вот химия между вами, да, вас всё равно тянет друг к другу. Про это поют песни и пишут поэты, что там, что-то написал кто-то. То ли Шекспир, то ли Николаев. Типа люблю вопреки и несмотря. Да, эта история про вас, потому что даже несмотря на то, что вы поссорились, его очень дико к вам тянет, и вас тянет к нему, и вас, мои дорогие, тянет к нему. И посмотрите, почём? По любви, да по дьяволу. Через суд. Через такое вот, скажем так, библейское частилище, да. То есть, каждый хочет остаться при своём мнении, каждый хочет сохранить лицо, чтобы на это лицо кто-то другой не сел, понимаете. Поэтому, девочки, здесь будет примирение, да, но и будет такое вот выгораживание себя. Я не виноват, я не виноват, да это ты, да это я. Что я вам здесь предложу? Из-за того, что я вам вначале сказала, что это не ваша ссора, и вы не должны были ссориться по этому поводу, да. Тут дело в том, что вот я дальше не буду рассказывать, но что-то мне вот прям подсказывает, да, что здесь вот либо такое стечение обстоятельств какое-то привело к этой ссоре, то есть как-то либо вас кто-то за руку куда-то вёл, либо за рога, либо его. Кто-то третий здесь, может, не умышленно, а может, предумышленно, да, но, возможно, повлиял на эту ситуацию, где вы с ним поссорить лись. И фишка в том, что из плохого, что здесь у вас выпадает, что кто-то радуется вашей ссоре, девочки. Прямо, знаете, как радуется, не просто там потирает руки, там, или хитро жмурит свой, дёргая на глаз, да, тут идёт какой-то хохот, и почему-то мне так хочется сказать, вот, кстати, вспомнила книга, есть такая хохот шамана, да, так вот, девочки, здесь идёт тоже хохот какой-то, громкий, и вот, кто громко хохотит у вас, в вашей компании, среди ваших близких, тот не очень рад, там, скажем так, тому, что вы с ним находите вот эту химию между собой, и там, может быть, даже зависть идёт именно вашей химии, понимаете, между вами и вашими мужчинами, вот этим, и давайте ещё, вот, я собрала все карты, чтобы, ну, стуза убрать, хотя, давайте я едете, соберу, и вам на четвёртый вариант ещё немножко досмотрю, девочки, помиритесь ли вы, верховный жрец, да, но это будет, скажем так, сложно, то есть, где-то какое-то такое подавление, что-то необычное будет, а вам кто мешает, влюблённые, девятка мечей, семерка пентаклей, рыцарь кубков, пятёрка пентаклей, я сейчас смотрю, кто мешает, девочки, знаете, кто, это с вашей стороны, не с его стороны, это с вашей стороны, это кто-то на вас так вот подействовал, кто-то на вас подействовал, может, знаете, как бывает так, что я очень часто говорю, да, не ведитесь, например, когда вам кто-то время какое-то назначает, например, подруга говорит, пошли с тобой в кафе, сходим, на 6 часов, окей, а ты говори, окей, только давай не на 6, а на 6.30, да, вот такое, вот, то есть, возможно, вам где-то вот так вот, типа перебежали дорожки, не перебегая ее, все, мои дорогие, вот такой вот был у нас мини-расклад, люблю вас, целую, обнимаю, пока-пока, так, пока-пока, так,